Добрый день! В эфире программа «Процесс. Итоги недели». И сегодня здесь в студии пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Вадим Клюгант, адвокат, и Бажена Рынска, светский обозреватель газеты «РУ». Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Первый вопрос, в общем-то, традиционно к Вадиму Клюганту, потому что на этой неделе случилась масса всяких событий опять, да? Ну, на неделе большую часть занял допрос, который не закончен, свидетеля Павла Малого, поэтому я думаю, что комментировать это рано. Могу только сказать, что очередной высокопрофессиональный человек, который хорошо понимает предмет, о котором он рассказывает, понимает, его гораздо лучше, чем те, кто его пока расспрашивал. Я имею в виду прокуроров, он же свидетель обвинения опять, как бы там 40 какой-то уже по счету. У меня сложилось впечатление, что прокуроры расстроились от ответов, которые услышали от этого свидетеля. Просто чем выше уровень профессионализма человека, тем сложнее прокурорам по такому делу, таким прокурорам доказывать такое обвинение, которое они принесли в суд, не постыдились. А что это за история с Аллой Карасевой, сотрудницей ЮКОС, которой пришлось много испытать страданий? Да, это очень такая тяжелая история. Сначала человека преследуют. Преследуют так, что просто за то, что человек имел несчастье работать в компании ЮКОС. Или рядом с компанией ЮКОС. Его преследуют до такой степени, что человек уезжает в другую страну, пережидает, потом не может больше, не хватает у него сил жить на чужбине. Человек приезжает, человек пожилой весьма, его берут под стражу, заключают в следственный изолятор, даже не в женский, а вот в этот самый знаменитый спецблок матросской тишины. Сначала нужно было этот приговор получить, чтобы его использовать как доказательство против Ходорковского, что вот есть еще такой приговор. А теперь еще нужно ее как свидетеля, мало того, что ее уже осудили, так еще как свидетеля ее нужно. Но поскольку сама она по здоровью прийти не могла, то надо читать то, что с ней набеседовал следователь в матросской тишине. Как свидетельские показатели. Вы пытаетесь уже не на первом свидетеле проследить ситуацию, и говорите об этом открыто, и Михаил Ходорковский, и его адвокаты, о том, что не совпадают допросы, оригиналы допросов, и то, что представлено в суд. Ну, во-первых, не совпадает никогда их количество, потому что наше дело, оно такое во многих отношениях уникальное. И вот одна из его уникальных черт, то, что в него пришили те, кто его сшивал, потому что его не расследовал никто, его просто сшивали. Вот дело шили, вот это классический случай. Вот в него пришили просто то, что захотели, а то, что не захотели, не пришили. Например, там, условно говоря, какого-то человека допрашивали 15 раз, а в деле есть 7 протоколов, а 8 нет. Вадим Владимирович, а что с этим делать юридически? Мы можем и делаем это, значит, заявлять ходатайство об исключении этих документов, как недопустимых доказательств. И таких заявлений о преступлении подано уже очень много. Они остаются без ответа. Вот, на все наши ходатайства об исключении, в том числе, доказательств, как недопустимых, потому что полученных с нарушением закона, пока нам суд дает только один ответ, что на данной стадии он не находит основания, а все доказательства он оценит в совещательной комнате, когда будет итоговое решение по делу принимать. Ну, такой немножко странный ответ, на мой взгляд, но вот он такой. Но не мы решаем, вот, к сожалению. Поэтому просто я могу, заключая ответ на этот вопрос, сказать, что мне, как человеку в прошлом, тоже занимавшимся следственной работой, просто стыдно профессионально, вот в те плохие застойные советские времена, когда я был следователем, в те не очень понятные перестроечные времена, которые теперь тоже модно ругать, вот даже на районном уровне, даже не в Москве, а там, вот на просторах нашей Родины, таких следователей просто с позором выгоняли, и вместе, вслед за ними, летели их продукты, вот эти вот, да, вот в виде уголовных дел сфальсифицированных. Ну, такого безобразия не позволялось. Что сейчас принципиально отличается, на ваш взгляд, если наблюдать за тем следствием, которое длилось и длится, по-моему, сейчас до сих пор по делу ЮКОСа? Тот уровень фальсификации, халтуры, подгонок, и даже просто ляпов, да, вот безграмотности, это что-то такое запредельное. И мы ведь говорим, когда мы говорим о деле ЮКОСа, мы говорим о самом высшем уровне, это Генеральная прокуратура и Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, уже выше нет ничего просто, да. Я могу сравнивать по тем временам с уровнем районов и городов, там, как московских, так и далеко не московских. Я хочу спросить вас, Бажена, вы описываете образ жизни, ну, в предбытии, если сказать более высоко, российских олигархов, представителей списка российского Форбс, да, богатых людей, политиков, ну, бизнес-элиты. Описываю, описываю. Знаете, очень непыльная работа. Не шпалы класть, не в оранжевом жилете там грузы ворочать. Очень такая спокойная, жесткая работа. Ещё, Бажена, вы, насколько я могу судить, очень популярный блогер. Есть. И организовывали акцию в защиту Василия Александровна. Было дело от души, причём организовывала вот совершенно от всей своей, так сказать, немаленькой души. Ваше прозвище, ник в ЖЖ. Это Бекки Шар. Ярмарка Числавия Текеры известна. Вот со всем этим огромным багажом ваших впечатлений и знаний, должна вам сказать, очень глубокий, у вас интересный блог. Спасибо. Вообще, чем живёт наша бизнес-элита? Вот со светской стороны. Дело ЮКОСа. Как воспринимается… Элита разная. И знаете, есть люди, которые воспринимают это близко к сердцу. Есть люди, которые… А много таких? Единицы, но они есть. Вот есть единицы, которые переживают, остальные отгораживаются. Вот знаете, как страус голову в песок. Не видим, не слышим, находят в себе оправдания какие-то. Им тяжело. И видно, что им тяжело на эту тему даже говорить. Страшно, может быть? Нет, не страшно. Абсолютно не из-за этого, потому что совесть нет. Говорить на эту тему за болтовню триндеть может сейчас при этой власти кто угодно. Знаете, как Михаил Фридман, это есть ментая байка. Я не знаю, было это или нет. Но когда было знаменитое сборище олигархов наверху, оттуда вышел олигарх Михаил Фридман, который сказал… Вот тут я, прошу прощения, ненормативную лексику использую. Я постараюсь её перепереть на приличный лад. Давайте. За что он сказал, что, значит, ну, как бы это сказать прилично, не знаю. Он сказал, что триндеть можно, а как нет, он сказал «тырить можно», триндеть – нет. Ну, да. Потому что смысл, что воровать можно, да, тырить можно, болтать на эту тему не будет. Вы какие-то человеческие лекции. Во-первых, я очень порадовалась… Да, были. Я очень порадовалась Давиду Кабашвили, который в газете «Ведомости», когда ещё только-только это всё начиналось, сказал, что страна не должна так поступать со своими гражданами, что всё это стыдно и так далее. Есть черта, про которую я писала и в ЖЖ, о которой я читала у Бруно Бетельгейма, замечательного философа. Когда есть в сознании некая черта, которой ты не переступишь ни при каких усилиях, ни при каких обстоятельствах. И вот люди, у которых эта черта есть, они, собственно, есть аристократы духа. И как только таких людей становится меньше, общество капут. Так вот, я видела людей с чертой, которые говорили о том, что, так сказать, зная, что они рискуют и бизнесом, и отношением с властью, тем не менее, чётко обозначали свою позицию по этому вопросу. Остальные, понимаете, все хотят жить мирно, тихо, женой, с любовницей, домашняя жизнь, значит, да, тусовки, пьянки, гулянки. И мало кто понимает и как бы ощущает всей кожей, что именно это бездействие, собственно, и ведёт к концлагерю, к репрессиям и так далее. То же самое было в 1937 году, когда этого посадили. Гример Сидельников, когда Владов писал, вообще интересовался мужчинами. А этот был алкоголик. А когда пришли уже за соседом, уже начинать... Не спрашивай, по ком звонит колокол. Да, да. И вот то, что бизнесмены не встают в единые армии, они на самом деле себе тоже роют могилу. Потому что если можно отнять корову и штангенциркулю одного, значит, можно это отнять и у другого, и у следующего. И такая же была история с Александром. Он мой по, так сказать, социальному уровню. Это молодой япи, который делает, у которого нету старых денег, который зарабатывал не бизнесом, а образованием, хорошим владением профессии. Юрист у Михаила Ходорковского. Это он мой брат по социальной группе, по крови. Я тоже япи, я тоже япи, я тоже япи, я профессионал. И я понимаю, что если можно в отношении него законы не работают, значит, то же самое будет в отношении меня, соседа, соседа, соседа и так далее. Собственно, непротивление, вот эта история, это путь в концлагерь. Это путь в историю с идеальным заключенным. Но как только находится человек, который говорит «нет», одним идеальным заключенным меньше, значит, может найтись и второй, и третий. И это очень важно, мне кажется, эту черту держать, не сдавать территории.